Какой величественной была эта река раньше. Сердце разрывается видеть это место таким. Раньше шли дожди, были урожаи, у всех была еда. Но сейчас урожая нет, люди берутся за любую работу, чтобы прокормиться. Когда в Кавере было достаточно воды, мы собирали по три урожая. Постепенно их стало два. Сейчас же нам сложно собрать даже один. Через 20 лет воды в Кавере не останется, она полностью пересохнет. Нам нечего будет пить. Когда-то Бангалор называли городом озер. Теперь же ожидается, что он станет следующим городом, в котором начнутся перебои с водой. Штат Тамилнат и его столица с трудом обеспечивают потребности населения в воде. В Индии ферме рождается в долгах, живет в долгах и умирает в долгах. Суровая правда еще ближе к Арнатеке, где на грани кризиса находится один из самых плодородных регионов штата — бассейн реки Кавери. Реки Индии. Реки Индии находятся под серьезной угрозой. В среднем все реки Индии ежегодно истощаются на 8%. Через 16 лет большинство рек исчезнет. Истощение на 8%. Семь месяцев в году река Кавери не достигает океана. Она пересыхает. Где-то здесь. Сейчас она истощилась на 46% по сравнению с тем, какой она была 40 лет назад. Ваши дети, или, возможно, их дети, не будут знать, что такое Кавери. Когда мы запустили кампанию по восстановлению рек Индии, Реллифа Риверс, мы провели по стране более 50 тысяч конкурсов рисунков среди детей, потому что хотели, чтобы дети понимали проблему. Вы не поверите. Многие дети нарисовали коричневый песок. Думаю, что это и есть река. Потому что это единственная река, которую они видели в своей жизни. Самую большую беспокойность вызывает даже не вода, а почва. В почве недостаточно органического контента, поэтому она не может удерживать воду. В Индии есть 160 миллионов гектар плодородных земель. Из них 104 миллиона гектаров находятся в бедственном положении. Это значит, что в следующие 15-25 лет страна встретится с серьезными проблемами при выращивании продовольственных культур. Если вы не можете вырастить и произвести достаточной еды при населении страны в 1,3 миллиарда, это приведет к огромной катастрофе. 96% наших рек наполняются только благодаря дождевой воде. При наличии растительности способность удерживать дождевую воду усиливается, иначе эта дождевая вода, которая проливается примерно за 45-50 дней в году, уйдет в следующие 50 дней. Единственная возможность задержать воду – это наличие растительности. Других вариантов просто нет. С таким населением, как у нас, расширение лесного покрова даже не обсуждается. Поэтому единственный способ – это перейти на агролесоводство. Мы убедили более 69 тысяч фермеров Тимилнада перейти на агролесоводство. Их доход поднялся в 5-10 раз за 10 лет. Сейчас в Тимилнаде и Карнатеке мы запустили компанию под названием «Зов Кавери». В составе группы из 25 человек мы проедем на мотоциклах вдоль Кавери от Талакавери до Тирварура в Тимилнаде. Мы не только будем распространять знания об этой проблеме, но также проведем беседы с органами правления обоих штатов, чтобы они поддержали фермеров в переходе от обычного возделания почвы к агролесоводству. Для этого необходимо 3-4 года субсидий, чтобы помочь фермерам в переходе. После этого в поддержке уже не будет необходимости. Если в течение этих 4-х лет поддержать фермеров, они перейдут к агролесоводству. Когда станет очевидной экономическая выгода, субсидий уже не потребуется. И люди сами начнут приходить к этому. Бассейн Кавери составляет примерно 83 тысячи квадратных километров. Мы хотим перевести треть бассейна Кавери на агролесоводство. Если сделать это, то истощенная река восстановится на 46%. Река снова станет полноводной, фермеры будут жить в достатке и благополучии. Когда я выступал в ООН, я говорил, что хочу узаконить брак между экономикой и экологией. Только тогда у нас получится добиться чего-то значимого. Экология не выступает против экономического благополучия людей. Экономика и экология должны идти рука об руку. Очень важно понять, как организовать экономику экологичным образом. Этот проект называется «Зов Кавери». Она зовет вас. Вопрос в том, можете ли вы ее слышать. Вы слышите? Кавери зовет. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok